Территория у Дома культуры Олимп превращается в зимнюю сказку. Еще немного и в самом центре площади будет собрана новогодняя елка. Данная ель будет украшена новогодними игрушками, такие как новогодние шары, банты, колокольчики. Будет представлена макушка светодиодная, подсветная. Елка будет обрамлена ледяным ограждением. Перед елкой будут устанавливаться скульптуры ледяные, такие как Дед Мороз, Снегурочка и символ года собака. Ледовые городки Губкинского считаются одними из самых красивых в России. Поэтому удивить жителей города не так-то просто. Андрей Сахненко уже не первый раз является автором проекта. В этом году ледовый городок будет посвящен коренным народам Севера. По словам художника, ненецкая культура представляет собой экологичный образ жизни благодаря своей самобытности и сложившимся традициям. Поэтому во Всероссийский год экологии была выбрана именно эта тема. Отталкались опять же от культуры местного, так сказать, колорита, фольклора. И когда-то на меня сильно подействовало искусство Анны Неркаги, нашей писательницы ямальской, которую я в свое время, когда прочитал первый раз ее роман «Молчащий», я ее назвал нашим Булгаковым ямальским. В принципе, вот это и долгое время является каким-то стимулом, стимулятором к воплощению каких-то творческих идей. Творческие идеи художника впервые будут воплощены на двух площадях города. Сегодня начались строительные работы на площади у Дворца культуры «Нефтяник». Проводятся такие работы, как определение с месторасположением, согласно проекту ледяных снежных скульптур, привоз строительных материалов, такие как брус, пиломатериал. И будут также изготавливаться заготовки снежные для изготовления снежных фигур. По проекту работа Дворца культуры «Нефтяник» начнутся со строительства ограждения в форме старой железной дороги и ненецких чумов, а закончатся заливкой катка. Запланированная дата открытия ледового городка остается неизменной – 22 декабря. Евгения Белобородова, Алексей Магин, Новости Губкинского. Продолжение следует...